В этом видео мы посмотрим, как сделать вот такой текст по кругу с анимацией. И делать это мы будем в приложении CapCut. Итак, заходим в приложение CapCut. Выбираем новый проект. Во вкладке фото выбираем нашу подготовленную фотографию. Добавляем ее. По умолчанию она у нас длится 3 секунды. Мы растянем ее примерно до 8-9 секунд. Теперь мы зайдем во вкладку трансформация. И кадрирование. Выбираем горизонтальный формат нашего фото. Ну, вы, конечно, выбираете тот формат, который вам нужен. И здесь я хочу фотографию выставить четко по центру. Соглашаемся. Теперь возвращаемся в наше главное меню. И здесь выбираем вкладку текст. Добавим сам текст. Текст я ввожу на английском, потому что здесь не нужно использовать одну функцию. Она почему-то к кириллическим шрифтам не применяется. Для текста мы можем выбрать шрифт. Начертание шрифта. Как видите, в русском языке здесь ограниченный выбор. Но можно загрузить и свои шрифты. Но это тема для отдельного видео. Я выбираю английские шрифты. И здесь мне понравился один шрифт. Сейчас я его найду. Я выбрала шрифт с названием Lex and Mega. У него такие тоненькие аккуратные буквы. И теперь нам нужно зайти во вкладку стили. И здесь на этой панели инструментов выбрать вкладку кривая. Нажимаем сюда. И здесь ползунком введем, пока наш текст не закруглится полностью. Немножко оставим расстояние между последними буквами. Таким образом соглашаемся. Но это еще не все. Снова текст, стиль. И здесь еще есть вкладочка капитализация. И эта функция в кириллических шрифтах почему-то не применяется. Например, я нажимаю в вкладочку две большие буквы Т. И все буквы становятся заглавными. Следующая вкладка. Все буквы становятся маленькими. И последняя вкладка. Здесь каждая первая буква в слове будет заглавной. Остальные буквы маленькие. Но мы выбираем все буквы большие. Соглашаемся. Теперь нам нужно выставить этот текст строго по центру. Можем его немножко уменьшить. И снова выставить по центру. Вот таким образом. Теперь на шкале времени нам этот текст нужно растянуть до конца слайда. И теперь нам осталось добавить анимацию. Заходим во вкладку анимация. Здесь у нас есть возможность выставить анимацию для ввода, вывода и петля. Сначала выберем какой у нас будет ввод. Здесь есть несколько анимаций, которые подходят для круглого текста. Например, вот такая. Называется тип 2. Ну, конечно, мы ее растянем приблизительно 2,5 секунды. Плавно появляется текст из прозрачности. Есть еще здесь анимация печатной машинки. Вот такой еще интересный эффект. У меня он называется повернуть горизонтально. Вот такой еще эффект тоже подходит для нашего круглого текста. Перелистывание. Ну, а в моем случае я выбрала эффект закручивания. Вот так выезжает наш текст. Теперь мы идем во вкладочку вывод. Находим точно такой же эффект, только наоборот. Вот этот эффект. И текст исчезает таким же самым образом, как и появился. Тоже растягиваем его длину до 2,5 секунд. И теперь зайдем еще в вкладку петля. И здесь выберем тоже такой эффект с поворотом. Вот этот эффект. Называется тряска 1 у меня. Мы паузунком выставляем, чтобы он проявлялся медленно. Соглашаемся. И смотрим, что у нас получилось. Появление текста. Потом поворот его. И исчезание текста. Вот таким образом можно использовать анимацию в приложении Капкад. На этом видео я заканчиваю. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!